После матчевой пресс-конференции Родина М-Балтика БФУ, главный тренер команды гостей, в мифтахах Ренат Фаридович. Ренат Фаридович, ваш комментарий по сегодняшнему матчу. Хорошая игра, я думаю, что справедливее было бы, если бы была ничья. К сожалению, момент, который мы имели, не реализовали. Ну и, соответственно, конечно, когда пропускаешь, приходится немножко раскрываться. Соперник, конечно, мог нас на этом еще поймать. Но в целом, хочу сказать, что мы играли достойно, играли хорошо. Я не знаю, что еще нужно было сделать для того, чтобы выиграть. Насколько повлиял эпизод с нереализованным пенальтем на ход игры? Он был самоначально, у нас еще было очень много времени, чтобы изменить эту ситуацию. У нас были и другие моменты, которые мы могли реализовать. Поэтому пенальти – это такая вещь, которую не нужно обсуждать. Можно ли считать, что Родин становится камнем преткновения для вашей команды, потому что ни разу не удалось содержать верх? Бывает такое. Не думаю об этом. Главный тренер команды Родинэйм Рябов Игорь Викторович. Игорь Викторович, с победой в вашей резюме по сегодняшней встрече. Всех с победой. Ребят, клуб. Молодцы. Играли хорошо. Проявили характер, который немаловажен. И от игры к игре мы растем. Как бы ребята проводят, не провели даже, так сказать, не хороший цикл недельный. И я думаю, вознаграждение – победа. Что еще надо для этого? И победа – молодцы. Насколько положительный импульс сказался после того, как Ром Тарасов отбил пенальти? Да, конечно, там была немножко ошибка. Мы этот момент разберем. С чьей стороны по деталям. Ну, конечно, приятно, когда Ротар отбивает, а потом как бы вся команда заряжается и идет вперед. Но игра сегодня была такая, скажем, больше не комбинационная, а больше на характер. Было много борьбы было. Молодцы ребята, которые выиграли. Заслужили победу. Сегодня Степа Правкин проводил дебютный матч на профессиональном уровне. Как оцените? Да, конечно, переживал. Видно, с его стороны волнение. Но он со своим волнением справился. Я думаю, хорошо и отлично провел матч для дебюта, можно сказать, пятерка. Сложно ли играть в отсутствие наших сборников, которые вызваны в сборную России? Ну, вы же знаете, что, конечно, у нас на каждую позицию есть по два футболиста. Я думаю, ребята, которые не играли, в них был сегодня шанс себя проявить, и они проявились отлично. И заключительный вопрос. Смотрели ли матчи национальной команды 2006 года рождения? Ну, конечно, мы за этим следим. Переживаем за ребят, ну и за всю сборную. И молодцы, стараются так держать. Спасибо. С победой. Спасибо. Спасибо.